Рекламно-информационная программа. И Александр Цой, исполнитель роли заклятого врага в этом фильме. Всем привет. Всем привет. Он специально выучил русский. Исполнитель роли Хана Батыя. Ну вот пока последние пять минут сидят, вроде пока мирно. Александр, простите за то, что мы спросим вас. Миллион сто пятьсот раз, наверное, задавали вам этот вопрос. Вы не родственник? Честно. Нет, к счастью или к сожалению. Не родственник. Хорошо, выяснили. Ну что, с приездом в наш город как освоили? Спасибо. Ну кроме гостиницы, видимо, еще ничего не посмотрели. Ну городской парк только, я успел кинуть взором. Саша, наверное, даже... Илье больше повезло, мне прям с аэропорта приезжали. Сразу к вам, да. Один из городских парков, у нас их несколько. А, да. Раз вы в Хилтоне, это парк имени Кирова называется. Близ Креса обозрения. Да, близ Креса. Все, конечно, называлось. Соловьевский парк. В парке имени Кирова, в городе Кирове парк имени Кирова. Вернее, да, все нормально. Как ощущение, настроение? Ну, какой боевой, я не знаю, правильно сказать. Боевой, рядом со мной в себе не надо говорить. Наверное, просто отличная. Да. Мы фильм еще не посмотрели. Нет. А как же так? Мы посмотрели только трейлер. И как вам трейлер? Трейлер меня, ну, впечатлил. А что именно вас впечатлило? Картинка. Картинка? Картинка, вот она какая-то прям вот сразу погружаешься в эту атмосферу историческую. Все-таки это 13-й век, начало 13-го века. 38 лет, если не ошибаюсь, было Евпатию. Ну, 37-38, да. Вот я сразу же обратил внимание, просто я историк по образованию. Вот. И как-то с детства самого для меня Евпати представлялся каким-то очень таким большим, могучим богатырем русским. Слава богатырь. 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 И его изображения, которые существуют, они такие, ну, он такой дядька, тут достаточно такой крепкий. Действительно. И я сразу же обратил внимание на то, что Илья, Илья как-то сейчас зашел такое в студию, Илья, и все разочаровали. Илья достаточно такой обычной комплекции. На самом деле, да, в этом заключается наша главная мысль по поводу самого термина богатыря. То, что человек, если бы мы представили богатыря в классическом нашем понимании этого слова, то ему некуда, ну, было бы меньше сопротивления, некуда было бы расти. То есть он пришел большим, большим всех победил и большим закончил фильм. Когда человек, тут у нас вышел такой термин, как богатырство духа. То есть для меня все наши воины, солдаты той же Великой Отечественной войны, Афганской, Чечни, они все богатыри. И вот в этом, несмотря на их комплекцию, вот в этом, в каком-то схожести с обычным человеком нашим, русским, и преодоление препятствий, вот каких-то страхов даже больше своих, и умение в какой-то момент взять на себя ответственность и повести за собой людей, и отомстить врагу за то, что напал на нашу землю. Вот в этом богатырство, и в этом... — Такой взгляд. — Ну, да. — Нет, я просто посмотрел, я просто посмотрел на Илью, я люблю на Илью смотреть. — А у нас это взаимно. — Да. — Это ваша первая совместная работа, или вы раньше были знакомы? — Нет. — Илья, Александр? — Александр... — Нет, это первая наша совместная работа, надеюсь, что не последняя. Должен отметить, что Илья просто... Ну, это счастье с таким партнером на площадке работать. Подожди, я сейчас говорю. Потому что я всем это рассказываю, это всем говорю, что были случаи, когда просто невозможно партнеру как-то помочь тому актеру, который в кадре, подкинуть реплику или показать глаза. Да, но Илья умудрялся залезть за Максима Осадчева куда-то. Ну, это невозможно, под камеру залезть. Если Осадчий лежит, то Илья еще ниже. Главное, чтобы подкинуть текст и помочь как-то партнерски глазами. — В общем, я быстро тоже закидаю его комплиментами, потому что у нас уж раз так, я тоже говорю, а вот так вот, да, вот так вот, нет, нет, нет. — Я не слышал этого давно. — Потому что Саша Цой тоже прекрасный партнер, и про это нельзя не сказать. Я хочу, чтобы в следующем нашем фильме, где мы будем работать вместе, все-таки погиб в конце он, героически. А я стою. — Вы, в общем, соответствуете, да, сюжету фильма, та самая легенда, где в Епатии все-таки погибает. — Мы сейчас вскользь про это пройдем, чтобы было интереснее. — В современном кинематографе человек может в этом фильме погибнуть, а в продолжении, как ничего не бывало, продолжить, и все изменится. — И ваша мечта сбудется. — Насколько я помню, легенду, в конце Епатии погибает все-таки хан Батей дает право вернуть его тело, ротину, да, и не трогает, никого не трогает. — И отпускает тех, кто остался в живых, да, там человек 200. — Ну, кстати, я посмотрел вашу биографию, у вас ведь такая немаленькая разница в возрасте, 6 лет. Александр все-таки постарше, чем Илья. Но при этом вы по знаку зодиака весы. Оба. — Оба. — А я не прочекал это. — Мы оба родились в начале октября. — Вот это да. Я-то думаю, что ж такое? — Что ж у вас мирно садят между нами? — Между нами только Есенин и Сергей Витальевич Безруков. — Хорошая компания. — Ну, разница в возрасте не мешала как-то друг друга понимать или вообще? — Да нет, я думал, младшие сейчас. — Не задумывались об этом? — Да нет, об этом абсолютно не было. Никакой мысли, что там старший или младший. Вообще на площадке об этом не думаешь, на самом деле. Особенно в этом проекте. Таких мыслей совсем. Кто старше, младше? Здесь просто надо было работать, надо было выдавать, надо было соответствовать масштабу происходящего. — Как вы попали на эти роли, хочется поговорить. Ну, Евпатия — это Рязанщина. — Ну да. — Илья родом из Рязани. — Да, но дело в том, что нет, это не так связано в смысле, что я попал на эту роль. — Но все-таки вот такая связь. — Дело в том, что об этой связи продюсеры узнали после моего утверждения, поэтому было такое, режиссер узнал в процессе проб уже финальных, а другим сказали уже после, поэтому это было для всех такой снег на голову, но хороший снег. — Большой ли конкурс был вообще на роли Евпатии? — Я не знаю, сколько конкретно было актеров, но я знаю, что были и медийные люди, те, кто много снимается, и просто ребята приходили всякие разные, но видимо как-то у нас совпало, что я очень хотел сыграть эту роль, а продюсеры и режиссеры увидели во мне того, кто может ее сыграть. Поэтому как-то у нас так сошлось. Обычные, обычные пробы, обычный кастинг, ничем не примечательный, ничем не отличающийся от других. То есть вот просто сложилось, я даже не знаю. — Ну понятно, слушай, хочется в чем сыграть, коллабрата, да, в России, почему же нет, а вот на Баты это как? Тоже конкурс? — А вот это даже мне интересно. — Мне вот сейчас Илья это говорит, что... — Историческая родина Александра, Узбекистан. — Да, да, Илья говорит, что это обычный, ничем не отличающийся, у меня наоборот был какой-то... Я был в этот момент... Ну, давно меня нашли, и как бы говорили, что будут пробы, возможно, и мы встретимся, возможно, на пробах, и... — Еще был не Ваня, или уже... — Ваня, уже все, ну, меня познакомили, но не было проб, мы просто познакомились, и там прошел месяц, полтора, наверное, и я был в тот день, когда мне позвонили и сказали, что вот завтра пробы, я был в Екатеринбурге на гастролях с театром Школы современной пьесы, и мне сказали, что вот завтра будут пробовать на Хана Баты, я говорю, а на послезавтра нельзя, потому что у меня билет. Они говорят, нет, завтра. Я начал просить своих администраторов в театре, чтобы они меня раньше, после спектакля, тут же отправили в Москву, потому что я понимал, что я должен это успеть, я должен сыграть, я должен взять эту роль. Вот, и когда я прилетел, не выспавшись, в общем, пять часов где-то вот пол... ну, все это происходило пять часов, примерно грим, примерно костюм, и все в... выставлялся свет, имитация огня в кадре, вот это вот стано-шатре... Это как было стано-шатре? Стано-шатре у тебя, ну да. В шатре у тебя? Да, у меня в шатре. В царском шатре. Вот, и у меня было полное, полное ощущение, что я просто провалил пробы. Вот в конце... Из-за чего такое ощущение возникло? Ну, вот так часто бывает, ну... Вот просто, я был, во-первых, уставший, и в конце проб у меня начал дергаться правый глаз, ну вот... Ну, чёрт за Батыря, у которого правый глаз дергается. Так подумал Саша, а тебе всё равно понравилось. Я просто не мог управлять собой, не мог контролировать себя, я понимал, что я просто провалил всё. Приехал домой, уснул, и всё, я, в принципе, успел проститься с ролью Хана Батыя, но через пару дней... — Раздался звонок. — Главный режиссёр карты Джаник, Джаник Фазиев, насколько легко было работать вообще с режиссёром? — Ну, вообще, Джаник, он главный, когда, так сказать, куратор проекта, он всё-таки снимал фильм «Вань Шархавельский». И при этом, ну, Джаник приходил, он был, он как бы, знаете, наш духовный, так сказать, идейный вдохновитель, духовный, что ли, не вдохновитель, а поддержатель боевого духа. То есть он приходил, он заботился о картине в процессе съёмок, и приходил весь, ну, постпродакшен, это всё уже было на нём, какие-то дни до съёма тоже. То есть это такая была большая совместная работа, но с ним я знаком со второго курса в ГИКа, так как у него он набрал студентов-фазиевцев, режиссёров. И это была моя первая работа с каким-то режиссёром, в принципе, кинорежиссёром. Я тогда не знал, кто такой Фазиев, что это вообще, вот такая личность. Просто вышел на площадку, у нас были какие-то короткие этюды какие-то, работы с актёром. Вот тогда я, то есть это уже, я в принципе знал. А потом вот так вот совпало, что сложилось, вернее, что мы продолжили работать уже на Калаврате. А Ваня узнал на самих пробах и на съёмках. Была какая-то абсолютная, ну если не идея, то, ну вот Саша, не даст соврать, тёплая, дружественная атмосфера, начавшаяся вообще с его каких-то рыбных пирогов. Ещё на момент подготовки, репетиции, каскадёрских тренировок режиссёр нам готовил, он как-то сплочал всех, весь коллектив. Это было очень, ну... — Он спокойно режиссёр работал? Он экшн раньше вроде не снимал, в его биографии нет такого ничего. — Нет, но, знаете, он... У него было абсолютное спокойствие и знание того, что он делает. — То есть он понимал, да? — Да, то есть у него вот ощущение, что он видел, то есть когда... У меня же всё равно всё-таки это был дебют, и мандраж здоровый, естественно, он был, и в какой-то момент, какие-то моменты ты меня отключал, я говорю, Ваня, например, тяжёлый день, вначале были драки какие-то, вечером драматическая сцена, и я говорю, я не понимаю вообще, что делать, ты мне вот просто говори, я буду вот сейчас как обезьянка, вот ты мне... И вот были такие несколько раз, потому что действительно было психологически трудно. и он говорил, и я старался его слушать и делать... То есть как бы он абсолютно сохранял спокойствие, как-то он юмор даже, я бы сказал, был здоровый юмор. — Да-да, он был спокоен, он был уверен в нас, и вообще вся команда, которая работала над фильмом, это была какая-то вера в нас. за это бесконечное огромное спасибо, потому что это чувствовалось на площадке, причём вот эта огромная махина, вся работает на тебя, и вот ты чувствуешь, что они... — Ну да, да. — Не то чтобы тебя как-то... Они верят в тебя. Это было и в режиссёре, это было и в Ване в первую очередь, это было в Джанике, это было во всех, я не знаю, во всех. И только из-за этого, из-за этой веры в нас, наверное, ну как бы у нас получилось что-то, что-то у нас получилось. — Уважаемые слушатели, большое очень уточнение, возможность пообщаться и с Ильёй, и с Александром есть сейчас не только у нас с Николаем, она будет и у вас. Сегодня в кинотеатре «Колизей» в 19.30 стартует очередной показ, сеанс фильма «Легенда калабрии». — Ну как, не совсем уж очередной, да, это, скажем так, это звёздная премьера. — Звёздная премьера, вернее. — Звёздная премьера, да, в 19.30, и вот по завершении этого сеанса как раз-таки и Александр Цой, и Илья Малаков предстанут перед публикой, то есть это где-то ближе к десяти часам вечера будет, и любой абсолютно желающий, только вот человек с улицы может зайти туда именно, к этому времени. — С улицы пускать будут? — Да, да, да. — Там и так, нет, зал переполнен. — Нет, я уже выяснил, любой желающий сможет туда зайти, то есть не обязательно, нет, хотя, конечно, желательно, чтобы вы сначала посмотрели, а потом уже говорили. — Пришёл, желательно посмотреть сначала, да? — Там и автограф-сессии и так далее, в общем. — Ну, то есть ближе к десяти кучкуйтесь у Колизея, — Да. — Понятно всё. — Мы вас лично приглашаем, действительно, дорогие кировчане, правильно? — Правильно, правильно. — Ох, есть! — Кировчане угадал. — Да, ну, я старался. Даже немножко, господин. Вот, ну, мы лично всех с Сашей мы приглашаем. — Зовём, приходите, конечно. — Конечно, мы с огромным удовольствием расскажем о фильме, что... — Ты же первый раз в Кирове тоже? — В Кирове, да. — Вот, у нас сегодня премьера наша человеческая в Кирове, мы первый раз, и наша большая премьера, в принципе, в России сегодня, второй день, так что ждём вас. — Давайте сейчас небольшую паузу сделаем, после чего огласим список призов, которые у нас сегодня есть, и начнём розыгрыш. Культ поход. — Илья Малаков и Александр Цо, исполнительных главных ролей в фильме «Легенда о Калаврате». Сегодня у нас в гостях в программе «Культ поход». Вчера была премьера фильма «Легенда о Калаврате». Вот сегодня, можно с ребятами будет встретиться в кинотеатре «Колизей». И мы, безусловно, разыграем билеты, но, правда, не на сегодня нас предупредили, потому что сегодня уже всё раскуплено. — Да, там просто физически нет места в этом помещении. Ни сидячего, ни лежачего, ни стоячего. — Да, в какой-то один из ближайших дней вы обязательно сможете сходить на «Легенды о Калаврате» в кинотеатре «Колизей». Ну и мы, конечно, сейчас озвучим ещё следующие. — Ну, у нас много других всего разных призов, начиная с того, что драматический театр. Сегодня «Джульетта выжила». Ироническая антиутопия. 18.00. 16+. Завтра 18.25. Запрещённый роман. Ограничение 12+. — Я думаю, что гости сейчас с удовольствием слушают. Нас внимательно, наверное, слушают. Но у нас драматический театр есть в год. — Нет, я... — С огромной историей. — И не один драматический театр. — Есть, как это, нескромно, наверное, студенты, у которых я преподаю, они работают в Кировском театре. — В Кировском драматическом. — В драматическом театре. — Театр на Спасково у нас ещё есть «Снежная королева». Сказочная история в двух действиях. Это завтра будет 2 декабря в 11 часов. — Как всегда, пригласительная в кинотеатр смена или дружба. Пожалуйста, на любой сеанс, в любое время. — Книги от магазина «Читай город» у нас имеются. Джон Стейнбек, русский дневник, захватывающая книжка о сельско-дневном пребывании лауреата Пулитцерской премии писателя Джона Стейнбека, известного военнофотографа, фотографа Роберта Каппы в СССР в 1947 году. — Майя Кучерская. Это была совсем другая. «11 городских историй». Удивительная история с настоящими героями, судьбами, болью, радостью. Им хочется страдать, и хочется понимать, и хочется любить. И эту книжку хочется иметь дома. — Ирина Соковых. Твоя новая жизнь за 6 месяцев. Любопытная и полезная книжка для тех, кто стремится жить, используя принципы тайм-менеджмента. — Эти и другие книги вы можете купить в магазине «Читай город» по адресам Преображенская, 65. Это торговый центр «Театро», либо «Ленина-103», торговый центр «Крым». — Дудукист, да, Николай? — Дудукист его называют, да, дудукист. Причем очень известный дудукист, уникальный дудукист. — Аргишти, да? — Аргишти. — Да. «Галерея «Прогресса», 16 декабря, 18.00, ограничение 6+, билет на одного, потому что это уникальное очень событие. — У нас есть пригласительный концерт «Солисты легендарных ВИА». Это очень интересное такое мероприятие, оно пройдет у нас в филармонии. — 3 декабря, 17.00. — 3 декабря, 17.00, там не просто концерт, а потом еще и дискотека от «Ретро-ФМ». — Ух ты. — И далее у нас еще что? — Гауди у нас, Гауди, да. 7 декабря наш любимый ресторан и клуб «Гауди» отмечают семилетие, будет уникальный живой концерт. Все резиденты на сцене перечислять не буду, и ведущий вечера Виктор Николаевич. — Ну вот такой у нас солидный достаточно призов. — Уважаемый гость. — 211-101, наш телефон, надо еще раз напомнить. — Первый вопрос, Илья. — Ну что ж, Илья, первый. — Первый вопрос мой. — С фильмом будет связано. — Да, конечно. — А какой приз? — Только что за него списка, они будут выбирать. — Ох, ничего себе. — Вот такая у нас лотерика. — Первый вопрос. Дорогие друзья, как вы думаете, в каком веке происходили действия в фильме? — Да, мы уже озвучили. — Кто внимательный? — Вопрос на внимание. — Кто внимательный, тот... — А нечего слушать, надо внимательно. — Все, в каком веке происходит действие фильма «Легенда о Калаврации»? — В каком веке, да, жил, собственно, Евпатий Калаврации? — Хороший вопрос. Слушай, сразу звонят, пытаются ответить. — Алло, добрый день. — Здравствуйте. — Здрасте, как зовут вас? — Владимир. — Здравствуйте, Владимир. — Да, ну и так? — Восьмой век. — Восьмой? — Рановато. — Неудача, Владимир, неудача. — Эпик фейл. — Давайте вторую попытку еще дадим вам. — Это второй век. — Второй? — Нет. — Вы не в ту сторону. — Давайте прекратим пока, Владимир, общение, дорогой. — 211. — Люди, загляните в гаджеты, в конце концов. Это очень просто выяснить. — Кстати, вы в курсе, что с вами снимался актер, который свою карьеру начинал в Кирове? Это Тимофей Трибунцев. — Да ладно. — Он родился в Кирове. — А что значит «вы знаете»? — Ты не видел Трибунцева с собой, рядом с тобой ходил? — Он же там в Дружине, в Дружине, в Дружине, у него просто не было написано, что он из Кирова, вот в чем дело. — А он кировчанин? — Да, родился в Кирове, он из Кирова. — Ты знал, что лицо сделал, как будто ты знал это. — Серьезно? — Я всегда такое лицо. — Он знал же банты, все знают всегда. Он родился в Кирове, начинал играть в Лебедевском театре, потом уехал в Москву. — Давайте дадим другому слушателю попытку вспомнить. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Как вас зовут? — Сергей. — Сергей, слушаем, в каком веке происходит действие? — Тринадцатый. — Тринадцатый. — Бинго! — Прекрасно! — Прекрасно! — Так, здорово. — Вас поздравляем. — Ну что, на Калаврата пойдете? — Ну, давай. — Да, билеты на «Легенда о Калаврате» выбираете? — Да. — Тогда трубочку не кладите, и вам редактор объяснит, как получить этот билет. — Александр, ваш следующий вопрос. — Итак, мой вопрос — это, чьим внуком являлся хан Батый? — Тоже хан? — Да. — Кто был дедушкой хана Батыйя, можно сказать? — Ну я же все витиеват. — Ну понятно, по-восточному так же назовите дедушку хана Батыйя. — Александр Цой спросил про своего дедушку, скажем так. — Да-да-да-да. — А кто мой дедушка? — Да-да-да. — Наверняка он носил хамилию Цой. — А сейчас ведь скажут правду про твоего дедушку. — Нет, правда сейчас, они все это узнают. — Есть звонок у вас? — Нет, пока еще думают. Хотя не знаю. — Видите, как сложно. — Даже в советское время в школе мы знали, кто был дедушкой хана Батыйя. — Времена, конечно, древние. — Древние. — Есть звонок. — Ну что, принимайте звонок, Александр. — Итак. — Здрасте. — Здравствуйте. — Как вас зовут? — Представьтесь, пожалуйста. — Вадим. — Вадим. Итак, вы готовы ответить? — Конечно. — Отвечайте. — Хан Батыйя был кротным внуком Чингисхана. — Очень красиво. — Немного, не меньше, наверное. — Да. — Ты даже ответил. — Угадал. — Красиво сказал Чингисхана. — Чингисхана. — С уважением. — А как еще по-другому? — Чингисхан. — И вы, наверное, знаете, что вы хотите выбрать? Какой приз, какой подарок? — Вадим. — Да-да-да. Книжку писателя, вот, про путешествия снял. — А, русский дневник, 47-й год, Джон Стейнберг, да? — Да. — Ну не просто так писатель. Это вообще американский классик, очень крутой, да. — Что книжка ваша? — Не кладите трубочек, вам объясняют, как вы сможете ее получить. — У нас, кстати, нередко такое бывает, когда наши слушатели выбирают именно книжки. — Ну, не знаю, это прекрасно. — Это прекрасный такой, вполне вещественный. — Фильм можно потом посмотреть. — Сейчас, видимо, будет музыкальный вопрос. — Да, у меня музыкальный вопрос не связанный с Калавра, потому что с 13 веком не связанный, связанный, скорее, с нашим веком и с таким пареньком, которому буквально вчера исполнилось уже 62 года. Мы его знаем по имени Билли Айдл. Да, был такой парень, да? Это, естественно, его не настоящая фамилия, да? Но вот сейчас мы позвучим, чтобы вспомнили, кто он такой, а потом я задам вопрос. — На самом деле, его звали Уильям Броу, а вот прозвище ему придумали... Не он сам придумал, ему придумали. Вот вопрос такой, кто же ему придумал это прозвище Айдл, да? Красиво. У нас вообще в России говорят Билли Идл, чтобы понятнее было. На самом деле, Айдл, это очень важно. Кто же придумал? Ты придумал его возлюбленная, ты придумал его психиатр или ты придумал его школьный учитель? Вот три варианта ответа. Кто придумал прозвище Билли Айдлу? Возлюбленная, психиатр или школьный учитель? — Какой интересный набор, он мне нравится. — Предложивший второй вариант. — Мне тоже нравится. — Вы не подсказываете, а вдруг они ответят по-другому и получат приз. — Да-да, мы не наводим никого. — Психиатр, вторая половина. — Хотя учительница тоже очень здоровая. — 211. — Высадили звоночек уже. Здравствуйте. — Здравствуйте. — Ну кто же придумал Билли такое прозвище Айдл? — Возлюбленная. — Мимо. Два варианта остались. — Андрей Жигалин нам дозвонился, надо сказать. — Да, психиатр или школьный учитель. — Учитель. — Совершенно верно, причем учитель химии. Дело в том, что по-английски слово Айдл, он значит не только Идл. Также точно значит слово Лентяй, Айдл. — И он написал в дневнике «Билли Айдл». — Ты Лентяй. — Ну, Билли, ты Лентяй, да. И потом в свое время он это просто вспомнил, потому что по жизни был такой парень. Конечно, со второго раза мы все-таки угадали. Что получить хотите? — Филармонию. — Филармонию. На дискотеку? — Полностью. — Так, мы не ошиблись, это Андрей Жигалин, да, Вит? — Нет, нет, это Александр. — Это Александр. Вот я и думаю, что Андрей бы так... — На дискотеку я не пошел бы, да. — Хорошо, не кладите, пожалуйста, трубку, алик. — Александр, вам несят, как вы попадете в филармонию, да. Ну, за такой ответ можно и всю филармонию хочу говорить. — Так, я задаю свой вопрос, чтобы завершить круг, или на рекламу пойдем. Задаю, хорошо. В честь того, что сегодня 1 декабря, календарная зима, дозвонитесь, пожалуйста, расскажите какое-нибудь стихотворение или исполните композицию чуть-чуть, связанную с зимой. — Спойте. — Спойте. — Или танцуйте. — Мы практикуем такое. — Или танцуйте. — Ты вот можешь сейчас, или я прям... — А бы не было зимы в городах и селах, — Светлана, мы с вами заодно. — Ну что, мы прекрасны. — Прекрасно, да. — Я требую, чтобы Светлана... — Никогда не знали мы этих невеселых. — Отличная плащня возле снежной бабы, — Кабы не было зимы... — Кабы-кабы-кабы-кабы. — Ну, у нас дуэт, Светлана, дайте ей, пожалуйста, подарок. — Александр, вспомните какую-нибудь свою любимую песню про зиму. — Мою любимую песню. — Ну, монгольский. — Ну, или хотя бы ту, которую я знаю. — Эждым зима. — Сейчас все монголы скажут, сейчас мы это... — Простите меня. — Язык, монгольский. — Ладно, Светлана, что вы выбираете? — Какой приз у вас? — Колизея-то нет больше, я рядышком живу в коллективе. — Колизея нет, колизея больше нет, к сожалению, да. — Нету колизея, точнее, есть, билетов нет. — Ага, давайте тогда смена. — Хорошо, все. — Прекрасно. — Не кладите трубку, пообщайтесь с редактором, напомнят, куда прийти. — Сейчас у нас реклама небольшая, напомним, что у нас в гостях исполнительных главных ролей в фильме «Легенда о Коловрате» Илья Малаков и Александр Цой. Мы продолжим через минуту. — Культ поход. — Снова с вами у нас в гостях Илья Малаков и Александр Цой. — Здравствуйте. — Да, еще раз здрасте. — Еще раз. — Илья, напомним, сыграла Евпатия Коловрата, Александр Цой, хана Баты, и сегодня с ребятами можно будет встретиться в кинотеатре «Колизей». Ближе к десяти вечера можно будет подойти после того, как завершится сеанс, который начнется в 19.30. — В 19.30, да. — Приходите. — Звездная премьера начинается. — Какой-то особой подготовке вот именно к этой роли, к роли Евпатия, к роли хана Батыя. — Ну, кто начинал? — Пришлось прибегать? — Начни ты. — Особо, не знаю, физически. — Ты ведь заглавный герой. — Вы занимались спортом, вы борьбой занимались. — Я занимался борьбой, но, к сожалению... — Все-таки физически тоже должно быть подготовлено. — Да, но в плане какого-то крепости духа, может быть, мне и помогла в том плане, что мы... — Илья, погоди, а борьбой какой? — Грекоримской. — Грекоримской? — Да. — Коллеги. — А, да. — А для каната классическая называлась. — А ушей не видно, что уши сломаны бывают. — Да, обычно так. Но я вот-то вовремя закончил, хотя мне нравилось, в принципе. Дело в том, что введение боя с мячами, конечно, мне до этого не приходилось практиковать нигде. То есть во ВГИКе мы практиковали все-таки рапиры, шпаги, фехтование в классическом смысле. А на старых славянских этих мячах это была где-то месяц-полтора-полтора подготовка с каскадерами, профессионалами группы Саши Самохвалова. Ему огромное спасибо, Тарасу, Яше, Олегу, всем, кто причастен. Потому что люди-профессионалы, они вложили в наши руки мячи, так сказать. И главное, что мы должны были понять, когда мы выполняли эти связки, схемы боев, что все введение, оно основано на посадке, на ногах. То есть нас очень много ругали за то, что, ну, по-хорошему ругали, за то, что мы выходим на носочки, подпрыгиваем все время во время блока, во время каких-то... То есть нам все равно говорят, вы тяжелые, 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 тяжелые ноги, ватные ноги, тяжелые ноги, низко-низко. И тогда, действительно, когда ты это, а фундаментальные какие-то вещи, как в любом, наверное, спорте, принимаешь, ты какой-то вот это щелкает, и тебе уже дальше намного проще с этим владеть. И, конечно, я рад, что мне доверили возможность самому выполнять трюки, которые в фильме у нас использованы все. То есть без каскадера. Сами все делали? Да, все делал сам. Рядом были каскадеры, которые... Чего ты улыбаешься? Я просто смотрю. Он затылком видит. Я просто слушаю и просто наслаждаюсь. Потому что ты не рассказал о том, как ты получил еще и травму. Не-не-не, ну травму же я не на съемках. Ну, в смысле... Мечевое ранение? Нет, на съемках у нас все получали царапины, все получали какие-то синяки, но это было нормально. Ну, конечно, да, то есть травму я получил, к сожалению, вне съемочного процесса по своей вине, но в любом случае съемки продолжились, все как бы дальше. Были очень приятные люди, которые помогали нам как-то, поддержали внутренне. То есть то, о чем Саша сказал, действительно, было приятно, была какая-то домашняя в этом атмосфера, при том, что мы делали что-то глобальное в российском масштабе. Вот это вот какая-то уникальная, мне кажется, история вообще. Ну, как ты готовился? Саша, вы, да. Ну, мечами мне не удалось махать. Ну, ну, ну. Что? Неханское это дело? Один раз. Один раз. Но красиво катались. Но красиво. Да. Поскольку, да, Неханское это дело, я больше сидел на подушках красивых, ходил в нарядах красивых. Но сложности, в принципе, их не было. Было жутко интересно, было невероятно. Действительно, каждый день это что-то новое, ты что-то постигал, ты что-то, представьте, это с четырех сторон, зеленый экран, части декораций, и четыре стены, и зеленый экран с меточками красными. Все. И где-то на второй день я понял, что, ух ты, так это просто большой театр. Это просто чуть больше, чем тот театр, в котором я служу. Мы там играем в условных декораций, иногда вообще без декораций. Вот. Но почему-то существуем безусловно. Вот. И в этом сложности не было. Сложность была у меня лично, это было выучить текст на монгольском языке. Да, это... И говорить, чтобы я понимал, что я говорю. Скажи, что там был профессионал, девушка вот эта, которая... А, да, Яна. Яна. Лемон, по-моему, фамилия есть. Ну вот, простите. Случай. Вот. Она вот как раз обучала, да, языком? То есть она... Она со мной учила текст монгольский. Что-то скажите, Саш. Давай, давай. Ух ты. Все уже вылетело. Нет, оно вот так вот... Но пока ты готовься, я скажу, что действительно, ну, как бы вот в плане монгольской речи, которые они выполняли. То есть для меня-то это вообще какой-то другой мир, потому что интонационно, выдыхательно, придыхательно какие-то вещи, ну, и Гоша, Гоша, да? Да, Георгий. Георгий, и Александр, и ребята, которые там, ну, Женя. Женя Слинаджиев. Да, то есть они все это учили, все это говорили. У Саши причем были довольно большие тексты. И это не так просто, как, скажем, на английском фразу сказать или на немецком, на каком-то это... Даже если ваши человеческие корни, может быть, ближе к тем местам, откуда вот этот язык, все равно, мне кажется, им было сложно, и действительно большой труд. Мы все-таки думаем на русском языке. Ну, конечно. Вот. И для меня было, как бы, сложно сделать его органичным, чтобы это не было, ну, просто говорящая голова, выученный текст. И как раз таки я вспомнил фразу. Так. Арзянч мини авах анхорс ход болхюм. Вот это. Ты понял, что я сказал? Ну, про Рязань что-то. Что-то про Рязань, да. Как переводится? Да, переводится это. Рязань будет моим первым городом, который я возьму. Я сейчас только до конца осознал, насколько колоритно Илья и Александр смотрятся вместе, да? Как будто, на самом деле, Русь... Да, даже без нарядов. Русь и Восток сошли здесь, да? А вот в наряде. Илья такой типичный русский. Русский парень. Русский, голубоглазый, светлоглазый, да, Рязанец. Владимир Владимирович, ну, я уже вставлю слово так, Владимир Владимирович, лидер нашей страны, сказал, когда нас увидел, сказал, а парень-то похож на Рязанца. Отлично. Интересно, что бы он сказал, если бы... То же самое, что бы он сказал, а парень-то похож на Рязанца. А это был Саш Цы. Так, давайте, у нас есть еще 4 минуты. Есть еще вопросы? Вы знаете, что... А, вопросы. Давай, вопросы. Что-то там... Не знаю, спросить ли про отчество, или это сложно? Почему? Отчество Евпатии Калаврата. Да. По батюшке. По батюшке. А как же, уважаемых людей, они сюда по батюшке называли. На букву... Не говори. У всех есть гаджеты, господи. На самом деле. Все, вспомнил. Вспомнил. Вспомнил, да. Такое немного в разрез идет. В картине обращаются к Евпатии по имени-отчеству? Насколько я помню, нет, ни разу. А, один раз, когда гонец приходит в Муромск, или, по-моему, какое-то княжество, или Московск. Есть. А, нет, не возможно, в Муромске, и он говорит, что вот есть воеводы, дружинник, и в Патии Львовича вот... Вопрос на внимание! Вот я сейчас, как раз, я думаю, сейчас вот я тебе показывал, он такой. Нет, он явно не мог услышать. Ну ладно, кто туда не успел. Да, хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну честно только, честно, пожалуйста, скажите... Это Олег, видимо, дозвонился, да? Да, узнал. Олег, вы не слышали, что я сейчас сказал? Евпатия-отчество Львович. Но это не потому, что я сейчас его озвучил, вы же сами нашли этот ответ, ну честно. Он успел позвонить для того, как получил. Фух, хорошо. Олег, что хотите получить в качестве награды? Книжки еще остались? Остались. Остались для вас. Майя Кучерская есть еще, ты была совсем другой 11-й год. Ирина Соковых, твоя новая жизнь. Только для женщин, правда. Но можно жене подарить. Хорошо, давайте только для женщин. Отлично. Я бы тоже, кстати, выбрал, да? Конечно. Я бы доверен тоже. Ирина Соковых. Александр, ваш вопрос. А, еще можно задавать вопросы? Да. Ну что? Соображать быстрее. Соображать быстрее. Бум-бум-бум. Сейчас я соображу. Ну, Александр, Илья может помочь. Илья, помоги пожать. Может быть, что-нибудь спросить про то, что, каким по счету было вот это княжество, на которое напал Батысин? Ой-ой-ой, это сложно уже. Ну, вообще, на самом деле... Ну, с вариантами ответа можно дать, ведь быстро. Ну да, первое. Второе? Нет. Ну, можно спросить, как называется исторический документ, который описывает этот подвиг? Он действительно один остался, и по нему мы, собственно, и снимали фильм. Как называется исторический документ, в котором, в общем-то, и отображено вот это все действие, связанное с епатием Калаврата? Никто не запрещает вам смотреть, пользоваться. Да они давно все уже смотрят. Ты говоришь так, будто они там слушать нас будут. Конечно, смотрят давно уже. Все за газеты схватились. 211-1. Ну, пока я тоже схвачу. Вы непосредственно уже сегодня или завтра уже будете покидать, да, наш город? Завтра. Завтра. А я вот сегодня. Нет, ты же завтра утром. Ну, рано утром, я считаю, что это, в принципе, сегодня. Вчера вы были в Екатеринбурге. Да. Сегодня у нас. Далее. Еще несколько городов. У меня Москва, у меня... Москва, да. Ну, у нас будет Архангельск дальше. Наши ребята тоже пойдут. Ну что, есть желающие ответить? Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас зовут Константин. Мне кажется, что это... Да. Да, здравствуйте. Это повесть о разорении и резании БТМ. Абсолютно. Я бы поправил просто одно слово. Не повесть. А если мы вспоминаем древние документы, все-таки это... Летопись. Отлично. Летопись. Ну так, а вы боялись. Да. Кстати, у вас вон какие-то ручки. Я прям сидел, боялся. Определяйте с призом. Дудук есть? Дудук еще есть. Дудук есть как раз. Прекрасный концерт. Но предупреждаем, что только лишь... Один. 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 Вы можете попасть. Одну персону. Да. Хорошо. Отлично. Не кладите трубочек, вам объяснят, как вы получите билет в галерею прогресса. Ну, видимо, мы завершать уже будем на этом нашу беседу. Жаль, конечно, но время так быстро бежит. Еще раз напоминаю, что сегодня Илья Малаков и Александр Цой предстанут перед кировской публикой. Сеанс в Колизее Евпатии, легенда о Калаврате, простите, начнется в 19.30. Один из сеансов, вернее. И вот после его завершения как раз-таки можно будет с ребятами пообщаться. Ну, интересно вам так вот искренне, да, встретиться с нашими людьми? Конечно. Ну... Зрителям-то как интересно, а? Это всегда здорово. Это действительно всегда здорово. Ты приходишь и приезжаешь в новый город, ты видишь новых людей, они задают новые вопросы. На самом деле даже я могу еще добавить, что отчасти даже больше интересно, чем в Москве, потому что все-таки там зритель, ну, в хорошем смысле набалован уже. Избалован. Да, избалован, да. Ну, может, и не совсем в хорошем, да, и театральными постановками, фильмами и всем. А вот когда мы приезжаем в город, да, и со спектаклем, и вот сейчас с фильмом, это у меня вообще первый такой опыт, мне прям очень не терпится, на самом деле, встретиться с дорогими зрителями, гостями и жителями Кирова. Так что, дорогие зрители, радиослушатели, приходите сегодня, мы с удовольствием с вами встретимся, расскажем вам все, что можем о фильме. Подеремся на мечах, если. Не, ну ты давай сам будешь махать. Спасибо большое. Туреханское это дело. Согласен, согласен. Илья Малаков, Александр Цович, дайте вам творческих успехов. Спасибо вам. На этом завершается Культ Поход. Я не прощаюсь, до встречи в программе «Союз Невершимый» через 20 минут. А я в понедельник до ночи. Культ Поход